По поводу ядерного оружия. Я о тебе говорил уже, но повторю еще раз. Если уже обстановку на фронте каждый день приходится повторять, хотя она не очень меняется, то уже это точно можно повторить. С тех пор, как они начали наносить удары по нашей инфраструктуре, включая там иранские дроны, всякая фермерская, ракетная, это означает, что они отказались от идеи применения ядерного оружия. По крайней мере на этом этапе. Потому что это вилка была. Или это решение, или это. А вместе не работает. Это абсолютно две разные стратегии на разное направление. Ядерное оружие это резкая эскалация, перевод в невыправляемую ситуацию, начало войны с НАТО. А инфраструктура это длинное растягивание в надежде на сработку каких-то факторов, которые они частично пытаются организовать сами. Типа там заморозить Украину, заморозить Европу, договориться в большой двадцатке, договориться с Китаем. А частично просто поджидают, типа победа республиканцев-консерваторов, которые уменьшат помощь в Украине. Вот такая логика. Просто растягивают время. Ну и поиск каких-то решений. Более того, даже когда они мобилизацию частично объявили, это значит угроза применения оружия упала очень сильно, потому что это тогда еще, потому что это совсем другой сценарий. Совсем. Поэтому она где-то остается призрачная. Сегодня Блинклин сказал, что мы рассматриваем ее всерьез. Толтенберг сказал, что рассматриваем. Событие статистически маловероятное, но такого масштаба, что всерьез. Еще раз предупредили о том, что последствия для Путина лично, они сказали, будут катастрофические. Но если кто-то из наблюдателей, тех, кто нас слушает, могли подумать, что угроза Запада – это не аргумент, Путин готов сгореть в ядерном пепле, то поверьте мне, угроза со стороны Китая – это очень большой аргумент для Путина. А Китай и Индия определились на саммите ШОС и четко сказали – никакого ядерного оружия в этом конфликте. Забудьте.